В воскресенье на окраине Махачкалы были подведены итоги Чародинской футбольной лиги. За звание лучшей команды в течение полугода боролись 18 коллективов. О том, кто же все-таки удостоился почетного титула, узнаем в следующем сюжете. Мини-футбольный турнир призван объединить молодежь и районы из разных сел, укрепить добрососедские отношения. Каждая из команд провела по 17 игр. Матчи проходят в два тайма по 20 минут. Сильнейших выявляют в справедливой борьбе. Приглашены арбитры республиканской категории. На роде с другими обязательствами, обязанностью мусульманинам является следить за своим здоровьем, следить за своим телом. И здесь мы выполняем такую обязанность тоже. И, конечно, хотелось бы, чтобы наша молодежь в этих местах лучше знакомилась друг с другом, лучше узнавала друг друга. И старалась брать друг у друга самые лучшие, самые приятные моменты. Лидеры турнирной таблицы встречались еще несколько туров назад. Тогда футболисты из селения Кучерап одолели команду Цемер. В последних играх им оставалось лишь удержать преимущество. В 17-м туре главная интрига была то, кому достанутся бронзовые медали. Здесь, победив выходцев из Кляра-Базутля, сборная района команда ММА «Чарада» оформила третье место. Для соревнований нужно дальше иметь продолжение, нужно поддерживать наших молодых ребят. Поэтому мне очень приятно здесь находиться, поддержать наших ребят. Сам люблю играть в футбол. И я уверен, что такие соревнования послужат дополнительным импульсом, наберут ребятам опыт. Организатором турнира выступила общественная организация молодежь Чарадинского района. На церемонии награждения призеров чествовали известные спортсмены, представители духовенства, государственные и общественные деятели. Хочу отблагодарить наших старших, дарево-молодежь Чарадинского района, Литей Исмаилова, также нашего нового руководителя Талхата и всех, кто им помогает. Пусть, в общем, Аллах поможет им на их пути, чтобы в дальнейшем, также между нашим районом, между селами, братство только увеличивалось. Помимо кубков и медалей, победители и призеры получили за команду по 50, 30 и 20 тысяч рублей соответственно.